Игра престолов это так только, баловство и досужие ковыряние в носу. Понятно, что и железный трон, скованный из мечей, это только жалкое подобие реальности. И вот вам рассказ о самых необычных, прекрасных, величественных, фантастических и дурацких престолах в истории. Не обо всех, конечно, но о некоторых. Надо понимать, идея, что называется, витала. Даже когда земля еще была безвидна и пуста, Яхвы восседал на троне. Небо престол мой, отвердь подножие ног моих. Да что там почти первобытное мифологическое сознание. Это родилось много ранее. Еще обезьянный человек выбрал деревья в лесостепи, обиталищем, чтобы гарантировать себя от разных опасностей. Высоко сижу, далеко гляжу. В общем, сильный и мудрый должен возвышаться. Так родилась идея самого роскошного престола из когда-либо виденных смертным. Древние греки были, например, скромны. А вот азиаты взялись за дело с хладным сердцем, целеустремленностью и умением входить в подробности. Как это им равносвойственно в пытках и наслаждениях. Самый знаменитый из древних тронов – престол Соломона, сына Давидова. Древние авторы сообщают, что был он изготовлен из слоновой кости, богато украшен золотом, а велик его подножию шесть ступеней, на которых стояли попарно изваяния 12 львов. Но перейдем к диковинам и безумствам краснодеревщиков. Вспомним, что задача любого трона – не только возвеличить, но и унизить. А в этом смысле трон английского короля Эдуарда I есть материализованная идея престола, где роскошь не в блеске злато, а в попрании чужого достоинства. Сам этот объект представляет собой довольно грубо сколоченный из дубовых досок стул, к которому прилепили пару финтифлюшек. Чтоб было по-богатому. И сразу нам представляется сидящий в кресле кряжестый мужик, в одной руке меч, в другой – чижик для мелких кровопролитий. На самом деле носил Эдуард прозвище «Длинноногий», ценил общество миньонов и был человеком того рода, каких англичане зовут фагот. Его трон был сконструирован совершенно специальным образом. Он имел отдельную полку, куда укладывался скунский камень. Это плитопесчанника весом в полтора центнера. Она тоже своеобразная разновидность престола. На нем восседали и короновались шотландские короли, как известно, отличавшиеся, подобно своему трону, изрядной неотесанностью. Но на священном скунском камне англичанин даже не сидит, он над ним высится. Короче, не то чтобы все это было прямым оскорблением, но иерархию выстраивало. И, кстати, скунский камень аккуратно возят в Вестминстерское аббатство и потеперь. Последний короновалось, восседая над ним. Елизавета вторая, чтобы, значит, шотландцы место свое знали. Шон Коннери наверняка ножку бы этому дубовому трону перегрыз, допустив кто актеру остаться с ним наедине. Был покойник лютым националистом. А мы следуем дальше. Создатели датского трона соорудили его, взяв то, чего на белом свете вообще не может быть. В середине 17 века король Фредерик III распорядился исполнить для него особенный трон. Можно сказать, окончательный и фактический, чтобы это был эталон его же неприедешей. Бился над этой задачей художник и краснодеревщик Гродд Шиллинг почти 9 лет. Часть проблемы решилась сразу. Он извоял из серебра трех львов в натуральную величину по 130 килограмм весом. Таким образом заказчик уподоблялся самому Соломону. Вышло льстиво, однако не сногсшибательно. Гродд Шиллинг еще малость подумал, да и соорудил фронтон, опирающийся на рога единорога. У короля, наверное, возник естественный вопрос. Где взял? Спокойно, товарищи, спокойно. Это всего лишь рога нарвало. Но если разоблачат, забеспокоился Фредерик. Просто молчите в ответ. Наверное, посоветовал неудобь произносимый Гродд Шиллинг. В общем, датский трон и по сию пору считается изготовленным из единорогого бивня. Хотя, конечно, все все понимают. По-своему, эталонный трон соорудили для Карла Великого. В 790-м Шарлемань решил увековечь свое величие. Он придумал возвести себе престол. Для ступеней доставили Карлу мрамор из храма Гроба Господня. Само седалище исполнили простенькое, хотя и тоже беломраморное. Эпоха была, как мы помним, примитивная и беззатейная. Но главное было под креслом, в его основании. И это главное – дыра. Она – смысл, цель и сверхидея всего трона. Отверстие это было создано для того, чтобы сквозь него проползали подданные. Именно проползали и именно на четвереньках, а не в полуприседе. Карл Великий хотел абсолютных унижений и покорства. Установили этот престол в Ахенском соборе. Это уж точно самое, что ни на есть воплощенное тщеславие. Государь, взгромождаясь, попирает святые камни, укрывавшие когда-то Христа, а под его седалищем снуют раболепные вассалы. А самый диковинный конструктивный, хотя и онтологически простенький трон, был у персидского шахеншаха в Гюлистане. Он царствовал лежа на боку, дожидаясь потусторонних райских наибов и гурий, наслаждаясь щербетной сладости негой. Жирным восклицательным знаком стал этот трон в карьере авантюриста Каримхана Занда, который сделался шахом 270 лет тому назад. Ему изготовили мраморную террасу, что покоится на плечах каменных рабов и всякой фольклорной нежити. Трон был вписан в еще одну террасу, представляющую из себя огромный, облицованный изнутри зеркалами, павильон. В глазах зрителя государь на троне умножался до бесконечности, и рабы тоже умножались. В общем, возникала предустановленная иерархическая гармония. А шахеншах лежит себе на платформе, сыто сдувает муху, прилипшую к усам, и гонит визитеров. Эх, дорогой, какой такой павлин-смавлин? Не видишь? Мы кушаем. Собственно, любой трон был памятником, который возводил себе государь, а наследники пользовались престолом, не всегда будучи такового достойны. Например, Эдуард II, сын Эдуарда I, жил грешно и умер смешно, хотя и незаслуженно мучительно. Жена, обиженная его садомскими увлечениями, велела убийцам вогнать супругу рог, известно куда, а в рог воткнуть раскаленный пруд. Затейники жили в ту пору и затейницы. Ясное дело. У людей, уверенных в себе, троны были простые и внушительные, как у Наполеона. У азиатов отличались необыкновенной роскошью и архитектурной несуразностью. Вот где на этом берманском престоле прикажете сидеть? Были троны странные. Вот скажем, вы знаете, что существует канадская монархия со своим престолом. Именно канадская, а не британская, хотя занимает трон королевы Елизавета. А считается это канадская монархия, между прочим, одной из старейших в мире, поскольку основана в 16 веке и представляет собой череду государей, французских и английских. И тронное место у канадцев вполне роскошное, хотя и чувствительно несуразное. А вот Вселенский Патриарх, например, отличается исключительной скромностью, У него, у самого, трон, конечно, есть, но вот за ним, за самой спинкой, стоит еще один престол, главный, а на него водружено четверо Евангелия. Вот так на фонаре в Константинополе зримо воплощается принцип «Не нам, не нам, но имени твоему». Трон, как человеческий характер, а точнее, он и есть этот характер. В троне обязательно воплощено высокомерие, чванливость, надменность, коростолюбие его хозяина. Короче, все тысячи и один порок. А что, кроме грехов и пороков, вы, откровенно говоря, ожидаете в начальстве встретить? Подписывайтесь, лайкайте, не стесняйтесь. Спасибо!